ну что доброе утро всем собравшимся мы рады вас приветствовать снова в нашей аудитории наполненных людьми вот надеюсь что вы хорошо все отдохнули и от меня вот в том числе с моим замутством молекулярным мы как-то с вами будут интенсивно за последние три лекции немножко закончим с молекулярной биологии вот и дальше уже решим что мы будем делать дальше мы с вами уже на позапрошлой получается лекции не на прошлое говорили сами механизмы синаптической трансмиссии и о молекулярных ансамблях которые организуют синаптическую трансмиссию и наверное логично поговорить не только о том как происходит передача сигнала в том числе и в нервных клетках от клетки клетки помимо синаптической трансмиссии поскольку различные влияния молекулярные на нервные клетки нейроглиальные взаимодействия организованные все-таки без синапсов и но но за счет различных сигнальных молекул так мы с вами сегодня будем говорить о том что многоклеточном организме и соответственно в мозге поскольку там много клеток клетки разных типов клетки нуждаются во взаимодействии для этого они должны посылать сигнал друг другу и определять как эти клетки будут взаимодействовать поэтому мы будем с вами говорить о межклеточной сигнализации то есть о коммуникации между клетками и перейдем постепенно к внутри клеточной сигнализации это в первую очередь сигнальные каскады каскады последовательных реакций которые происходят внутри клеток отвечающих на различные внутри клеточные или вне клеточные стимулы под стимулами мы сами все время будем в данном случае подразумевать молекулы то есть мы будем говорить о химических молекулах которые действуют не путать со стимулами в виде различных воздействий экстрацептивного или интерцептивного характера то есть каких-то там нажатиях вспышках света звука и так далее итак в нашем организме существует несколько основных стратегий коммуникации между клетками и четвертое это электрический сигналинг то есть электрическое взаимодействие между клетками они мы подробно с вами говорили на предыдущих лекциях в том числе на лекции алексей юрьевича вы уже это все как бы помните поэтому вы это освежаете в памяти наряду с этим у нас существует еще как минимум несколько различных стратегий это стратегии связанные с воздействием различных химических молекул на расстоянии или на соседней клетке первый тип воздействия это эндокринная сигнализация под эндокринной сигнализацией мы с вами подразумеваем те молекулы которые выделяются специализированными клетками эндокринными клетками поступают в кровоток разносится по кровотоку на достаточно удаленное расстояние и действует уже на расстоянии от клетки которая этот сигнал породила изменяя состояние клеток находящихся далеко от нее помимо вот такого дистантного эндокринного сигналинга существует несколько вариантов локальных взаимодействий между клетками это парокринный сигналинг то есть когда сигнальный сигнальная молекула освобождается соседней клеткой и действует на небольшом расстоянии от нее то есть на соседней клетке или на ближайшей к ней клетке воспринимается ими как сигнал и вариант аутокринного сигналинга когда молекула которая выделяется клеткой действует на рецепторы расположены на этой же клетке и изменяет ее этой клетки самой хозяина клетки клетки хозяина или клетки сигнализирующий изменяет метаболические процессы которые в этой клетке происходят осуществляются ну и наконец отдельный вид такого дистанционного сигналинга потому что мы не можем рассматривать его как на вариант эндокринного или парокринного или аутокринного сигналинга это синаптическая сигнализация мы с вами тоже они подробно разговаривали значит синаптическая сигнализация это специфическая сигнализация между клетками возбудимых тканей в первую очередь между нейронами или между нейронами и мышечными клетками где образуются специальное образование синаптические контакты присинаптическая клетка выделяет химические молекулы они действуют на рецепторы расположены на постсинаптической клетке и таким образом эти две клетки коммуницируют между собой экстраклеточные сигналы которые действуют на клетку могут вызывать ответ различные длительности неправильно я вам сказал могут вызывать ответ который возникает либо быстро в клетке мишени либо в течение длительного времени формируются это зависит от того с какими рецепторами взаимодействует экстраклеточная молекула химическая и какие сигнальные каскады она запускает к быстрым процессом мы относим тех которые длятся от секунд до минут и это процессы которые не требуют дополнительного синтеза белка они не требуют активации генома это может быть быстрая модификации например каналов это быстрый ответ в ответ на воздействие химической молекулы или это может быть модификация каких-то ферментов активация каких-то ферментов внутри клетки или это может быть например изменение плотности рецепторов на поверхности клетки это тоже достаточно быстрые процессы я проиллюстрирую их чуть позже на следующем спалом слайде с другой стороны те же самые химические молекулы могут вызывать активацию синтеза белка в клетке то есть активировать гены находящиеся в ядре клетки это процессы более медленные они могут занимать от минут до часов по длительности и в итоге приводить обязательно приводить к изменению синтеза белка то есть это начинает синтезироваться белки дэнова то есть вновь до тех которых не хватало или тех которые стали нужны в зависимости от пришедшего сигнала все это приводит и те и другие процессы к изменениям метаболических метаболических процессов внутри клетки в цитоплазме и соответственно к изменению функции клетки в зависимости от того какие сигналы она получила эта клетка ну и вот здесь это такой классический пример того что в зависимости от совокупности сигналов всех сигналов действующих на клетку клетка может изменять свои состояния и при действии одного набора сигналов на поверхностные рецепторы и внутриклеточные рецепторы клетка может поддерживать свое функционирование то есть свое жизненное состояние ну ярчайший пример это клетки которые закладываются в эмбриогенезе в мозге вы знаете да что их закладывается избыточное количество и дальше в зависимости от того как они устанавливают контакты они получают ретроградный сигнал от клеток мишеней в виде фактора роста нервов который поддерживает установление этого контакта поддерживает выживание клетки которая этот контакт установила с клеткой мишенью и таким образом эти клетки остаются те которые не получают таких сигналов в них включаются механизмы гибели при наборе другого при при другом наборе сигналов да вот тут на следующий на следующем рисунке добавляются два дополнительных каких-то вещества и в этом случае но это наверное метагена какие-то до которые заставляют клетку расти и делиться другой набор сигналов даже при наличии предыдущего набора может приводить совершенно другому процессу наконец третий набор сигналов при опять же наличии сигналов выживания поменялись другие молекулы клетка дифференцируется то есть созревает и начинает выполнять свои функции те для которых она предназначена наконец в отсутствии всех сигналов то есть если на клетку ничего не действует и в первую очередь не действует сигналов выживания вот типа ngf в эмбриогенезе и раннем постнотальном антогенезе происходит гибель клеток включаются механизм апоптоза и клетки потихоньку себя уничтожают если нет никаких дополнительных стимулов молекулярного характера то есть никаких молекул значит помимо ну мы с вами в принципе уже об этом даже говорили на предыдущих лекциях да тоже какие возможны основные механизмы межклеточной коммуникации то о чем мы с вами только что говорили это коммуникация которая становится возможна благодаря наличию внутри межклеточных передатчиков или мессенджеров межклеточных соответственно у нас с вами есть всегда клетки которые продуцируют какие-то метаболиты неважно какие это могут быть это главное что это молекула который эта клетка может секретировать во внешнюю среду и безусловно есть какие-то рецепторы к этим молекулам которые она синтезирует эти рецепторы воспринимают эту этот сигнал меняют какие-то метаболические процессы внутри клетки таким образом клетки меняют свою физиологию ну и наконец два еще возможных варианта это коммуникация через плотные контакты или коннексины мы с вами об этом говорили когда говорили об электрических синапсах и я упоминал и когда говорили о межклеточных контактах я об этом говорил что помимо того что легко проводится электрический ток через эти плотные контакты через коннексины соответственно могут проникать различные метаболические продукты небольшие молекулы которые соответственно могут менять метаболизм клетки и таким образом вызывать в ней еще и метаболический сдвиг помимо например электрического ответа ну и наконец это такой вариант паракринной сигнализации называется экстокринная сигнализация когда происходит коммуникации между клетками то есть они общаются за счет поверхностных белков которые находятся закреплены в мембране клетки и могут взаимодействовать с рецепторами на другой клетке таким образом изменяя состояние этой клетки ну и в качестве примера мы с вами разбирали как происходит движение клеток по движение клеток крови по сосудистой стенке за счет молекул адгезии да как вариант такого взаимодействия и коммуникации это же тоже коммуникация одна клетка имеет сигнальный белок например интегрин какой-нибудь да другая соответственно иметь рецептор точнее интегриновый другая имеет легант соответствующие они взаимодействуют между собой устанавливается связь меняется цит скелет и так далее да в нервной системе такие варианты тоже возможны это но в качестве примера который прямо первым меня приходит на ум это например когда продуцируют с глиальными клетками да во первых это эфрины которые определили эфриновый легант и эфриновый рецептор которые определяют отрастание аксона и его движение между клетками прорастания вот это такая контактная сигнализация затем собственно самом синапсе мы с вами тоже прошлый раз об этом говорили имеются молекулы адгезии которые в общем тоже являются сигнальными по сути молекулами изменяющими и состояние активного цит скелета и фиксирующими клетку друг относительно друга это тоже для не для двух соседних клеток соответствующие сигналы и они эту информацию воспринимают и перерабатывают ну и наконец тоже пример который в принципе часто приводится это сигнализация с помощью фактора некрозоопухолей который может быть растворимым может быть мембрана связанным соответственно мембрана связанных он укороченный он взаимодействует с соседними клетками через специальный рецептор и рецептор фактор некрозоопухолей и таким образом подает определенный сигнал либо на выживание клетки либо на ее гибель с тнф вообще очень сложная там сигнализация связана в нервной системе в том числе поэтому мы может быть на следующей лекции об этом чуть-чуть поговорим подробнее в как я просто приведу несколько примеров таких сигнальных каскадов ответ клетки на сигнал может существенно отличаться поскольку разные клетки на одинаковые сигналы могут отвечать совершенно разным образом ну и опять же классический пример когда ответ клетки зависит не как когда то что мы видим тут тот ответ на сигнал один и тот же сигнал зависит от типа клетки это холенергическая трансмиссии холенергическая передача ну вот на левом рисунке приведена и вот эта вот схема нам тоже достаточно известный распространенный и часто приводит в качестве иллюстрации когда мы видим с вами действие ацетилхолина в скелетной мышце при выделении ацетилхолина и взаимодействие с рецепторами на мышцы происходит быстрое сокращение мышечное если тот же самый ацетилхолин действует на кардиомиоцит то в ответ возникает совершенно другая реакция происходит снижение частоты клеточных сокращений частоты мышечных сокращений и уменьшение силы сокращения происходит и наконец если ацетилхолин действует на железистые клетки на данном случае это клетки слюной железы то происходит секреция слюны то есть соответственно вот разные типы клеток на которые действует один и тот же сигнал взаимодействуют с несколько отличающимися по структуре но по сути одними теми же рецепторами ацетилхолиновыми и это каждый раз приводит к разному совершенно результату сокращение мышцы расслабление мышцы выделение секрета ну и с правой стороны показано как тот же самый ацетилхолин действуя на рецепторы разного типа может вызывать в одной и той же клетки разный ответ то есть ответ клетки даже одного типа зависит от того набора рецепторов которые она несет на своих мембранах если ацетилхолин действует например на мускариновый рецептор ацетилхолина состоящие из м2 м4 суб единиц это приводит к активации гетеротримерного ж белка и ингибированию соответственно аднила циклаза противоположный ответ например вызывается норадреналином активация аднила циклаза вот если ацетилхолин действует на этот рецептор такого типа он приводит к ингибированию аднила циклаза соответственно к изменению снижению активности снижению синтеза циклического аназин монофосфата и всех сигнальных каскадов которые завязаны на этот вторичный посредник если ацетилхолин действует на той же клетке например да но на рецептор состоящий из 1 3 5 суб единиц это другие белковые суб единицы по составу это приводит этот рецептор сопряжен с другим типом же белка имеющим активирующую альфа суб единицу это активирующая альфа суб единица активирует фосфолипазуси и соответственно активируют каскады связанные с другими вторичными посредниками то есть синтез диацил глицерола и на сетол 3 фосфата и увеличение внутриклеточной концентрации кальция в результате этого происходит наконец если это да здесь м2 и не м4 другая суб единица если происходит м2 м4 суб единицы мускариновый ацетилхолинового рецептора помимо того что может происходить ингибирование аднила циклазы за счет действия ингибирующая альфа суб единицы бета-гамма суб единица могут стимулировать калиевый канал тем самым изменяя ответ клетки да то есть меняя уже перенос ионов через мембрану то есть опять у нас с вами сигнал один тот же состав суб единиц рецептора разные соответственно рецепторы разные могут находиться даже на одной мембране при необходимо при так сказать желание можно найти такие клетки тем не менее ответ клетки будет меняться то есть ответ клетки зависит от того какие рецепторы находятся на мембране и какой это тип клетки сигнал может быть одним и тем же ну наконец тут тоже вот примеры варианты ответов клеток которые могут быть в каких-то ситуациях достаточно быстрыми в каких-то ситуации и кратковременными ну самый кратковременный наверное такой из таких ярких примеров опять же это мышечное сокращение очень быстрая реакция в ответ на действие ацетилхолина к быстрым реакциям относятся те клеточным реакциям ответом на сигнал точнее относятся те которые не требуют синтеза белка дополнительного и вот еще одним таким тоже ярким классическим примером является вариант реакции клеток на увеличение концентрации глюкозы в крови что увеличение концентрации глюкозы в крови очень быстро вызывает увеличение концентрации инсулина и в ответ на это происходит быстрое снижение концентрации глюкозы за счет того что у нас активируется глюкозный транспортер на мышечных и на На клетках мышечной ткани и жировой ткани происходит быстрое снижение концентрации глюкозы, за ним быстрое снижение концентрации инсулина и быстрое уменьшение концентрации глюкозного транспортера на клеточной поверхности. Почему возможна такая ситуация? Потому что у нас в клетках поджелудочной железы инсулин находится в эндосомах, в визикулах. Мы с вами, помните, говорили про визикулярный транспорт и говорили, что часть визикул могут служить как депо и либо быть наполненным медиатором, например, либо, как в данном случае, инсулином. И в ответ на увеличение концентрации глюкозы и взаимодействие глюкозы с рецептором на поверхности клеток поджелудочной железы происходит очень быстрый выброс инсулина. Дополнительного синтеза не нужно. Инсулин, взаимодействуя с рецептором на поверхности мышечной клетки или клетки жировой ткани, вызывает изменение визикулярного транспорта и слияние визикул с мембранами этих клеток. В визикулах, в мембранах визикул находится готовый транспортер глюкозы и в данном случае мембрана визикулы служит своеобразным депо для транспортера глюкозы и поэтому синтез транспортера глюкозы в данном случае не нужен. Мембрана встраивается, визикула раскрывается, встраивается в клеточную мембрану, и количество рецепторов, или точнее число рецепторов на поверхности клетки, их плотность возрастает, за счет этого может глюкоза быстро захватываться этими клетками, и таким образом происходит быстрое снижение ее концентрации в крови. Ну и обратная реакция, поскольку уровень глюкозы падает. С другой стороны, ответы клеток-мишеней могут быть медленными и очень растянутыми во времени. Ну вот тут упомянут пример влияния половых гормонов, которые в период полового созревания, в пубертатном периоде начинают продуцироваться, выбрасываться в кровоток, и это приводит к изменению физиологического состояния клеток, отвечающих за проявление половых признаков. Соответственно, эти клетки меняют свое состояние, они либо происходят частично пролиферации каких-то клеток, изменение их молекулярного состава и так далее, метаболических процессов, и это все постепенно приводит к половому созреванию. Процесс, растянутый во времени, он не длится ни минуты, ни часы, а годы. И тоже классический пример – это трансформация головастика в лягушку под контролем тиреоидных гормонов. Это известный классический эволюционный пример, когда на определенной стадии начинает продуцироваться гормоны щитовидной железы. У головастика они вызывают изменения на уровне генома, меняется продукция белков в клетках, это приводит к формированию постепенному конечности и трансформации головастика в лягушку. Если на этой стадии, на стадии головастика, удалить щитовидную железу у головастика, то трансформации в лягушку не произойдет. Он будет увеличиваться в размерах, но при этом у него будет оставаться хвост, у него не будут отрастать конечности и так далее. То есть это тоже такой процесс, он, конечно, длится не годы, а дни, но тем не менее это такой длительный процесс, требующий времени и существенного изменения метаболизма клеток. Теперь какие этапы включает в себя межклеточный сигналинг? Значит, необходимо, чтобы в ответ на какое-то внешнее возмущение, внешнее воздействие в клетке произошел синтез специфических молекул и их секреция из хранилищ. Опять же, из прошлой лекции вспоминаем синапсы. В них имеются в ДПО в виде визикулярных запасниках запас медиатора. У нас с вами приходит электрический стимул. В виде потенциала действия открываются кальциевые каналы, кальций входит внутрь клетки, меняется состояние белков, притягиваются визикулы к присинаптическим мембраням, происходит релиз медиатора. Дальше необходимо, чтобы этот медиатор, химическое вещество, которое клетка произвела и секретировала, был доставлен до клетки-мишени. Соответственно, варианты транспорта могут быть разными. Это может быть достаточно быстрая диффузия, как в синаптическом окончании. Это может быть перенос с током крови, либо растворенных в ней веществ, либо веществ, конъюгированных с транспортными белками, которые могут в таком виде переноситься на достаточно дальние расстояния по организму. Наконец, это восприятие сигнала клеткой-мишенью, рецепторами, расположенными на ней. И мы сегодня с вами, когда будем говорить про рецепторы, мы всегда говорим о молекулах. Не путать с рецепторами, которые мы с вами привыкли разбирать, когда говорим исключительно про нервную систему и говорим, что это специализированные нервные окончания или клетки, предназначены для восприятия каких-то физических факторов действующих или химических факторов действующих. Нет. В данном случае у нас все молекулы. Это рецепторные белки. Они воспринимают химические молекулы, находящиеся поблизости. И, наконец, это превращение сигнала, воспринятого рецептором, во внутриклеточный сигнальный каскад, его трансформация и изменение состояния белков внутри клетки-мишенью. Это основные четыре этапа межклеточного сигналинга. Основной целью такого межклеточного сообщения – это модификация состояния клетки-мишенью. То есть, если я посылаю сигнал, обязательно должен произойти какой-то ответ в той клетке, которая воспримет этот сигнал. И, собственно, в качестве графической иллюстрации нашего четырехстадийного процесса такая схемка. У нас есть какой-то триггер сенсорный, электрический, любой другой сигнальный. У нас есть клетка, которая продуцирует сигнал в результате того, что она может синтезировать сигнальную молекулу, хранить ее и секретировать. Далее происходит освобождение этого сигнала в виде химической молекулы. Здесь приведен в качестве примера гормон. Это может быть нейромедиатор. Точно так же транспорт этой сигнальной молекулы до мишеней. Восприятие рецептором, находящимся на клеточной мембране или внутри клетки мишени этого сигнала. Модификация сигнальных процессов, которые локализованы внутри клетки мишени, это, как правило, активация системы вторичных мессенджеров. То, что превращает сигнал периферический, так сказать, в сигнал внутриклеточный, экстраклеточный во внутриклеточный. То есть происходит трансдукция этого сигнала через мембрану клетки внутрь клетки. И, наконец, изменение других сигнальных путей через вторичную систему вторичных посредников, которые в конечном итоге приведут к некому изменению состояния клетки мишени. Значит, в ответ клетка мишень каким-то образом просигнализирует о изменении своего состояния. Это будет либо другая химическая молекула, либо продукт реакции, либо изменение какой-то, я не знаю, заряда на мембране и так далее, которое послужит сигналом для осуществления обратной связи и либо усиления сигнального процесса, либо его ослабления. Какие типы сигнальных молекул существуют? Ну, во-первых, поскольку мы с вами уже много проговаривали это, у нас все время происходят процессы на границе сред. У нас есть жидкая среда, насыщенная водой и водорастворимыми молекулами. У нас есть клеточная мембрана, которая гидрофобна, и, соответственно, она не пропускает водорастворимые молекулы, за исключением специальных случаев типа ионных каналов или транспортеров, о которых мы с вами говорили уже раньше. И, наконец, у нас есть опять гидрофильная среда внутри клетки, цитоплазма, в которой основным растворителем является вода. То есть у нас все время с вами меняется среда. Соответственно, у нас сигнальные молекулы тоже могут быть разной природы. Они могут быть водорастворимыми, могут быть жирорастворимыми. Вот с левой стороны этой таблички у нас находится то, что относится в основном к водорастворимым сигнальным молекулам. Это аминокислоты их производные, это пептиды, это белки и нуклеотиды. И с правой стороны это то, что у нас относится к гидрофобным соединениям. Это производные жирных кислот. Ну, например, простагландины, производные арахидоновой кислоты. Это стероиды, это ретиноиды. И в данном случае написано, сюда же я написал небольшие неорганические молекулы типа газовых мессенджеров, которых в настоящее время известно три. И которые, по большому счету, не сильно нуждаются в каких-то растворителях. За счет своего размера они легко проникают и через гидрофобные среды, и достаточно хорошо растворимые в жидких средах, в водных средах, простите. И могут легко проходить по разным, от клетки к клетке. Но что вы должны иметь в виду, что в отличие от других медиаторов, других сигнальных молекул, перечисленных здесь, это молекулы, которые принимают участие только в паракринном сигналинге. То есть они действуют на небольших расстояниях, поскольку в большинстве своем это короткоживущие молекулы. То есть у них период полужизни очень небольшой. Он долями секунды измеряется, поэтому в свободном состоянии они находятся очень недолгое время. В основном находятся в виде различных производных и прикреплены к белкам разным. Дальше. Регистрация сигнала на клетке-мишени. Во-первых, у нас сигнал воспринимается поверхностными рецепторами, закрепленными в клеточной мембране, на поверхности клетки. После того, как произошло восприятие этого сигнала, рецептор становится активированным, и он инициирует сигнальные события уже внутри клетки. То есть изменение, то, к чему он должен привести этот сигнал. Соответственно, рецептор, как я уже сказал, он трансдуцирует сигнал. Мы это называем уже не трансмиссией. Трансмиссия – это в основном то, что относится к межклеточной передаче. Трансдукция – это то, что относится к введению сигнала внутрь клетки. Значит, вот рецептор трансдуцирует, передает, тоже передает, но передает сигнал снаружи внутрь клетки через клеточную мембрану. Кроме того, что такие поверхностные рецепторы взаимодействуют главным образом с водорастворимыми сигнальными молекулами. Поскольку они не могут пройти сами через клеточную мембрану, соответственно, они должны иметь рецепторы, которые расположены на поверхности клетки. Исключение здесь составляют тиреоидные гормоны, которые имеют ядерные рецепторы и имеют специальный механизм попадания внутрь клетки, транспорта через клеточную мембрану. Помимо того, что вот эти рецепторы водорастворимые, значит, все жирорастворимые рецепторы или гидрофобные рецепторы легко проходят через клеточную мембрану и связываются в клетке мишени с рецепторами, которые могут находиться либо в цитозоле, либо в ядре. Вариантом являются мембраносвязанные рецепторы, закрепленные с внутренней поверхности мембраны. Для того, чтобы клетка мишень правильно воспринимала сигнал и правильно отвечала на сигнал, необходимо, чтобы нормально взаимодействовали механизмы активации сигнальных белков и их инактивации или деактивации. Так еще часто в англоязычной печати употребляется, поскольку под инактивацией мы понимаем все-таки полное прекращение активности, а деактивация – это как бы молекула остается работоспособной, но находится в неактивном состоянии. Значит, какие способы активации сигнальных белков существуют? Это связывание рецептора с другими сигнальными молекулами, это конформационные изменения рецепторной молекулы, конформационные изменения белка. Мы тоже с вами это обговаривали, когда-то раньше говорили, что если происходит связывание в одном месте, то происходит перераспределение зарядов, изменение характера взаимодействий между аминокислотами, составляющими белок, и меняется его вторичная или третичная структура. Дальше. Возможны ковалентные модификации. Но это такая достаточно уже прочная модификация, и тогда молекулы часто, например, необратимо меняют свои состояния или необходимо, чтобы какой-то специальный механизм существовал, который разрушит эту связь ковалентную. Но это энергозатратный механизм, соответственно, должен быть отдельный фермент, который специально на это нацелен. Наконец, это изменение состояния сигнальной молекулы, положение сигнальной молекулы относительно клеточной мембраны. То есть она может либо связаться с мембраной в каком-то состоянии и дальше уже служить. Мы посмотрим потом примеры такие. То есть происходит связь с клеточной мембраной, например, внутри клетки. Ассоциация такая непрочная, но ассоциация тем не менее. Либо, наоборот, эти молекулы отделяются в результате активации от клеточной мембраны и дальше уже взаимодействуют с другими молекулами внутри клетки. Ну и, наконец, компартментализация сигнальных молекул, то есть изменение положения сигнальной молекулы, ее расположение, точнее, перемещение из одного компартмента в другой. То есть клетка, мы с вами говорили, это все-таки не бульон в чистом виде. Это такая гелеобразная среда, поделенная активными мембранами внутриклеточными. Все арканеллы там расположены, они все мембраны окаймленные. Дальше у нас имеются элементы цитскелета. Соответственно, у нас может сигнальная молекула переместиться из одной части клетки в другую часть клетки и уже там оказать свое воздействие. Например, она проникла внутрь клетки, сигнальная молекула я имею в виду, провзаимодействовала с своим рецептором, а дальше она транслоцируется в ядро, то есть меняет компартменты цистоплазмы в ядро и там оказывает свое воздействие. Сигнальный эффект свой вызывает. Ну и, наконец, механизмы инактивации вот этих сигнальных белков. То есть это связывание ингибитора, это какая-то ингибирующая модификация самой молекулы. Ну, например, под связывание ингибитора я имею в виду специальную молекулу, ингибитор активности, то есть какой-то внутриклеточный, который может подействовать на фермент, например, и заингибировать его активность. Если ингибиторная модификация, то она может последовать в результате присоединения или отсоединения какой-то функциональной группы и изменения конформации молекулы. Ну и, наконец, это устранение активирующей модификации. Ну, например, в результате снижения концентрации медиаторов синаптической щели происходит диссоциация молекулы-медиатора от рецептора, и тем самым у нас с вами изменяется активирующая модификация рецептора, и он переходит в деактивированную форму, в неактивную форму. Как я уже упоминал, да, у нас с вами существуют гидрофильные, гидрофобные сигналы, сигнальные молекулы, соответственно, гидрофильные – это вот все медиаторы, пептидные гормоны, локальные какие-то мессенджеры белковой пептидной природы, например, цитокины. И, в отличие от всех них, одна гидрофобная молекула – это простагландин, ну, их несколько разных, это производная орхидоновой кислоты, они могли бы проникать через клеточную мембрану, но, тем не менее, все вот эти вот химические молекулы имеют поверхностные рецепторы на мембране. То есть они взаимодействуют снаружи клетки со специальным белковым рецептором. И, наконец, вот стероидные и тиреоидные гормоны легко проникают они, поскольку жирорастворимые, они проникают через мембрану внутрь клетки, и уже внутри клетки связываются либо с цитоплазматическим рецептором, белком, рецептором, который находится в цитоплазме, либо непосредственно транслоцируются в ядро переносчиком и взаимодействуют с рецепторами, расположенными в ядре. Что касается газовых мессенджеров, ну вот в данном случае я просто об этом упоминаю, поскольку у нас в институте очень много и сотрудников, и групп, которые так или иначе занимаются проблемой газовых мессенджеров, ну в частности вот оксида азота. Ну, скажу, да, напомню, из недавних Нобелевских премий это вот трое ученых, Роберт Ферчкотт, Луис Игнар и Феррина Мюрат, которые получили за открытие сигнальных свойств оксида азота Нобелевскую премию в 1998 году. Газовые мессенджеры очень маленькие по размеру, легко проникают через клеточную мембрану и свои эффекты оказывают паракринным образом на мишени, которые расположены внутри клетки. В качестве примера то, как пытались в свое время, собственно, как был открыт оксид азота, когда пытались найти, какая молекула выполняет функции медиатора, вызывающего расслабление гладкомышечных клеток эндотелия, капали разными химическими веществами на сосудистые кольца, смотрели, как они растворяются, и вот когда, собственно, покапали нитритом, выяснили, что эффект наиболее выражен, расслабление стенки сосуда, и тем самым, когда посмотрели, во что может превратиться нитрит, он может из нитрита образовываться, восстанавливаться, он может до оксида азота, и, соответственно, решили, что оксид азота, и дальше проверяли уже, обнаружили фермент, который отвечает за синтез оксида азота в клетках, потом обнаружено было, что таких ферментов существует три разновидности, две постоянно присутствующие в клетках, конститутивные ферменты, формы фермента, изоформы одна нейрональная, вторая эндотелиальная, соответственно, в клетках эндотелия оксид азота может синтезироваться в ответ на поступающий сигнал, активируется эндотелиальная эмосинтаза, кальций-зависимый фермент, кальций-кальмодолин-зависимый фермент, который расщепляет аргинин с образованием цитрулина, другой аминокислоты, и оксида азота. Оксид азота быстро диффундирует через стенку эндотелиальной клетки, поступает в гладкомышечную клетку, действует на растворимую гуанилатциклазу, активирует ее, образуется циклический гуанозин монофосфат, который влияет на состояние ионных каналов, находящихся в стенке клетки, и приводит к быстрой релаксации гладкомышечной клетки таким образом. Газовые мессенджеры не имеют рецепторов специфических, поэтому когда мы говорим о газовых… Да, некоторые пытаются называть растворимую гуанилатциклазу таким своеобразным рецептором НО, но, наверное, с точки зрения понимания состояния роли классического рецептора, гуанилатциклаза не очень подходит под эту функцию. К тому же оксид азота может взаимодействовать с очень большим широким спектром белков, изменяя их функциональное состояние за счет реакции S-нетразилирования. Вообще в клетке в свободном виде оксида азота практически не существует. Это очень реакционоспособная молекула, поскольку когда он образуется в результате активации эносинтазы внутри клетки, образуется радикал, НО-радикал. Радикал – это нестабильное состояние молекулы. Соответственно, радикал очень быстро вступает в реакции с другими подходящими для этого функциональными группами, в качестве которых присутствует большое количество сульфогидрильных групп, SH-групп в составе серосодержащих аминокислот в молекулах белков. Таким образом, в результате реакции S-нетразилирования образуется НО-производная аминокислоты. Оно может влиять на функциональное состояние белка и регулировать за счет этого его активность, как, например, происходит с гонилациклазом. Помимо этого, теолы и цистеины, которые могут находиться в свободном состоянии, они тоже связывают оксид азота. Теолосодержащие соединения и сами теоловые группы тоже связывают оксид азота, и поэтому он в основном в клетке депонирован, то есть он находится в виде разных соединений. Но из ДПО он очень быстро освобождается. Есть даже данные, например, что вход кальция в клетку может, в частности в нервной системе, может приводить к освобождению НО из таких клеточных ДПО. То есть не нужно даже активировать фермент. Не нужно даже активировать дополнительно НО-синтазу для того, чтобы получить быстрый ответ в виде НО. Но функции НО продолжают исследовать до сих пор, поскольку не все однозначно, и мы не очень понимаем. И методов, в общем-то, у нас изучения не так много, несмотря на такое активное развитие этой тематики в 90-е годы и то, что и в 2000-е продолжалось и продолжается. Сейчас, наверное, менее интенсивно, чем раньше. Очень много внимания уделяется другим газовым мессенджерам, таким как серводород H2S или CO, то есть оксид азота-2, которые действительно могут продуцироваться в клетке в результате метаболитов и оказывать свои воздействия на различные белки, расположенные в других клетках, тем самым являясь сигнальными молекулами. Но вот серводородом активно занимаются в Казани, по-моему, и изучают его роль и в нервно-мышечной трансмиссии, и в сосудистых каких-то таких регуляторных процессах. В общем, это достаточно активно развивающаяся область. Если кому интересно, здесь можно сделать кучу открытий разных. Я думаю, что Наталья Баля, она, может быть, про это как-то в своих лекциях побольше расскажет, поскольку она непосредственно этим занимается. Собственно, мы начали с тех соединений, для которых нет рецепторов. Теперь вот о тех соединениях, немножко для которых рецепторы существуют. Начнем мы с гидрофобных сигнальных молекул. К гидрофобным сигнальным молекулам, напоминаю, относится у нас вот эта группа. Это стероидные и тиреоидные гормоны, витамин D и ретиноиды. В данном случае они приведены, химические формулы. На рисунке, соответственно, эти молекулы, попадая внутрь клетки, могут взаимодействовать с ядерными рецепторами, в частности, гормоны щитовидной железы и эстрогены. Их рецепторы расположены непосредственно в ядре. Там они оказывают свои эффекты. Либо они могут, как большинство стероидов, взаимодействовать с цитозольными рецепторами. И уже про взаимодействие с цитозольными рецепторами оказывать свои медленные или быстрые эффекты. Расскажу сначала о медленных, так сказать, эффектах. Те, которые возникают в результате активации генома. Что характерно для всех рецепторов стероидов, ретиноидов и гормонов щитовидной железы. Все эти рецепторы имеют специфический ДНК, связывающий домен. То есть это участок молекулы, который позволяет этому рецептору после взаимодействия с сигнальной молекулой не просто транслоцироваться в ядро, а провзаимодействовать с молекулой ДНК непосредственно. Значит, на молекуле ДНК в неактивном состоянии. Вот у нас схема. Имеется ДНК, связывающий домен. Помимо этого, на рецепторе имеется домен, активирующий транскрипцию. И домен, предназначенный для связывания с легандом. В данном случае у нас имеется белковый ингибитор. В качестве такой молекулы часто выступают белки теплового шока, который удерживает эту молекулу рецептора в состоянии, приготовленном к связыванию. После связывания с легандом, в данном случае красный шарик такой, происходит изменение конформации молекулы, происходит отсоединение белкового ингибитора, взаимодействие рецептора с коактиваторным белком, и в этом виде молекула готова к взаимодействию с ДНК, молекула рецептора. Она поступает в ядро, либо находится уже непосредственно в ядре, взаимодействует с рецептор, связывающим доменом на молекуле ДНК, и активирует транскрипцию целевого гена. Надо сказать, что огромное число генов имеет вблизи себя кортикостероид, респонс-элементы, то есть те связывающие участки на молекуле ДНК, которые взаимодействуют с стероидным гормоном, и тем самым активируется транскрипция этого гена в активном состоянии этой, если молекула пришла в активное состояние. На этой схемке я попытался тут как-то более-менее изобразить это, насколько было возможно, для того, как происходит регуляция транскрипции стероидными гормонами. Вот вы видите, что у нас имеется стероидный гормон, молекула стероидного гормона, которая с помощью транспортера переносится, белкового транспортера, пяти, это в данном случае протеин-транспортер, значит, переносится по крови, поступает, встречается где-то с клеткой, молекула гормона высвобождается, проникает через клеточную мембрану, и здесь возможны активации двух сигнальных, пространственно разобщенных несколько путей. В цитозоле находится рецептор стероидного гормона, как правило, он взаимодействует с молекулой белка теплового шока, который удерживает его в неактивном состоянии. После взаимодействия рецептора с молекулой леганда, то есть стероидного гормона, происходит диссоциация этого комплекса, белок теплового шока освобождается, а рецепторы образуют димер в активном состоянии и транспортируются в таком димерном виде в ядро. Здесь они взаимодействуют с участком связывания на молекуле ДНК и запускают процесс транскрипции с образованием РНК, ее созреванием, активацией синтеза белка. Другой сигнальный путь возможен при непосредственном взаимодействии стероидного гормона, например, эстрогена. Он не имеет своего рецептора цитоплазматического, он имеет рецептор ядерный. Схема примерно та же самая. В данном случае диссоциация комплекса, дальше образование димера, взаимодействие его с фактором транскрипции и активация процесса транскрипции с синтезом РНК, созреванием РНК, синтезом белка. И синтез белка и его функция – это ответ клетки на поступивший сигнал, то есть на тот стероидный гормон, который на нее подействовал. Это не только характерно для клеток соматических. В нервной системе огромное количество рецепторов стероидных гормонов, которые влияют и на созревание, и на функционирование нейронов. И ответ клеток на действие стероидных гормонов может включать несколько фаз. Это может быть первичный ответ, на котором может все закончиться. То есть в результате взаимодействия рецептора с ДНК происходит активация синтеза белков первичного ответа, и, собственно, на этом может все закончиться. Этого будет достаточно для того, чтобы эти белки осуществляли свою функцию. Кроме того, белки первичного ответа могут запускать в свою очередь, во-первых, ингибировать транскрипцию себя, то есть своей МРНК, во-вторых, запускать транскрипцию РНК для синтеза других белков, необходимых для вторичного ответа. То есть это все очень напоминает историю с непосредственными ранними генами, про которые вы наверняка наслышаны, когда в ответ на сигнал происходит сначала синтез белков, продуктов ранних генов, затем из них образуется транскрипционный фактор, который дальше вторично активирует синтез МРНК, транскрипцию МРНК, необходимый для синтеза белков вторичного ответа, так называемых поздних генов активирует, транскрипцию. Вот это примерно то, как и стероидные гормоны воздействуют на изменение функционирования клетки. Но для стероидных гормонов, особенно в нервной системе, характерна и другая история. Они могут оказывать непосредственные эффекты на процессе синаптической трансмиссии, синаптической пластичности, то есть на те изменения клеток, которые связаны уже непосредственно с функциями формирования памяти, обучения высшими функциями мозга. Вот эта схема большая, это схема из нашего обзора относительно недавнего с Ириной Владимировной и Натальей Валерьиной по поводу того, как происходит созревание синаптической трансмиссии в результате действия раннего стресса на мозг, то есть раннего в антогенезе стресса. Ну и что мне просто здесь хотелось бы проиллюстрировать, сильно на ней не останавливаясь, на этой схеме, что характер действия стероидов на мозг очень разнообразный, и часть стероидных гормонов может взаимодействовать непосредственно с рецепторами, расположенными на клеточной мембране, мембранно-связанными минералами, глюкокротикоидными рецепторами, которые оказывают воздействие на возбуждающую или тормозную нейротрансмиссию, непосредственное воздействие. Ну вот в качестве примера здесь приведена вот эта работа 2011 года, где изучали прямое действие кортикостерона на срезы мозга инвитра и смотрели, как происходит формирование длительной потенциации или длительной депрессии, и показали, что кортикостерон оказывает очень быстрый эффект, непосредственный, способствуя облегчению процессов длительной потенциации. Ну вот они в данном случае это связывают с входом кальция внутриклеточно, но отмечают также, что у стероидов есть своя протеинкиназа внутри нейронов, которые они активируют, и эта протеинкиназа может за счет фосфорилирования влиять на состояние НМДА-рецепторов и таким образом способствовать как бы вот этому входу кальция через НМДА-канал. Но кроме того, кроме вот такого прямого действия на процессы ЛТП и ЛТД, стероиды способны переводить микроглию из покоящегося состояния в активированное состояние, а в активированном состоянии это в кавычках «покоящиеся» и в кавычках «активированное». Поскольку микроглия она никогда в покоящем состоянии не находит. Это устоявшийся просто термин про рестинг микроглию. Она у нас все время работает, все время активна, просто она может быть менее активна и более активна. Вот в более активном состоянии эта клетка может продуцировать очень большое число метаболических молекул, молекул, обладающих сигнальными свойствами. И вы видите здесь упомянуты и BDNF, то есть нейротрофический фактор из мозга. Это оксид азота, это различные активные формы кислорода, то есть это различные кислородные радикалы, которые могут тоже легко выходить за пределы клетки и оказывать воздействие на соседние клетки. И, наконец, хинолинат, то есть производная хинолиновой кислоты, это тоже активный метаболит, который оказывает воздействие на нейроны. И вот вы видите, мы здесь нарисовали и гаммкоргические, про которые мало известно, и глутаматергические синапсы. Вот, собственно, на них тоже могут воздействовать. То есть стероиды, помимо прямого эффекта, могут оказывать вот такой опосредованный эффект, еще и плюс цитокины, тут разные, которые тоже являются продуктами жизнедеятельности, активированных, особенно по воспалительному типу микроглиальных клеток. И тем самым вот это все у нас влияет на гомеостатическую пластичность. То есть даже не действуя на геном нейронов, эффект стероидов может быть достаточно быстрым. Про это много написано. Если вам интересно, почитайте работы Минахима Сигала и его группы. У них есть несколько замечательных обзоров. Ну и, в общем-то, если вам интересно, можете посмотреть также обзоры Ирины Владимировны Кудряшовой. Они есть и на русском языке, и на английском языке. И можете по... Там многие эффекты эти описаны и рассмотрены, как это в целом влияет на то, что мы называем такой гомеостатической пластичностью, пластичностью вообще. Ну и еще один пример. Пример более сложного, наверное, воздействия гормонов тиреоидных через ядерные рецепторы на процессы активации или репрессии трансмиссии. Они происходят... Значит, для тиреоидных рецепторов нет непосредственных участков связывания с ДНК. Но значит, эта молекула, молекула тиреоидного рецептора, она представляет собой вот такой сложный комплекс, в который объединены в неактивном или не связанном с легандом состоянии, ретиноидный рецептор и такой корепрессорный комплекс, который обладает гистон-деоцетилазной активностью. То есть, вспоминайте, Павел Милославович вам рассказывал про отстелирование и деоцетилирование гистонов и говорил, что это такой возможный регуляторный механизм, связанный с формированием памяти, связанный с механизмами пластичности, характерными для нейронов. Тиреоидные гормоны именно действуют на процессы деоцетилирования, отстелирования гистонов, тем самым либо репрессируя транскрипцию, либо активируя транскрипцию. В несвязанном с гормоном состоянии у нас рецептор конъюгирован с корепрессорным комплексом, обладающим гистон-деоцетилазной активностью. Соответственно, гистон-деоцетилаза деоцетилирует, освобождает, отделяет остаток уксусной кислоты от молекулы гистона, репрессируя, тем самым, подавляя, тем самым закрывая ДНК и подавляя транскрипцию. Если у нас териодный рецептор взаимодействует с молекулой гормона, у нас корепрессорный комплекс на рецепторе сменяется коактиваторным комплексом, и этот комплекс обладает гистон-деоцетилазной активностью, то есть он присоединяет остатки уксусной кислоты к гистону и тем самым раскрывает участок ДНК, подготавливая его к транскрипции, делая транскрипцию возможной, активируя ген. Вот это такой иной механизм взаимодействия ядерного рецептора с молекулой ДНК, чем характерен для стероидных рецепторов, например. Теперь мы все-таки вернемся к тем рецепторам, которых у нас огромное множество, и расположены они на поверхности мембраны, и взаимодействуют они с гидрофильными медиаторами, гидрофильными трансмиттерами. Это большинство нейромедиаторов, многие пептиды, белки и так далее. Все эти сигнальные молекулы включают достаточно стандартные пути трансдукции сигнала. Вот они на схеме в данном случае все перечислены. Любой процесс начинается с первичной трансдукции сигнала из вне клеточного пространства во внутри клеточное пространство. После взаимодействия леганда с рецептором происходит изменение состояния каких-то молекул. Это могут быть чаще всего белки. Они переходят в активированное состояние. За счет активации этих белков происходит активный синтез внутриклеточных метаболитов, которые являются вторыми посредниками, то есть химическими молекулами, которые дальше мультиплицируют, усиливают этот сигнал, который поступил и взаимодействуют уже с другими внутриклеточными белками. Иногда они могут от разных путей сигнальных поступать и конвергировать на одной молекуле, то есть сходиться на одной молекуле, усиливая ее активность или активируя ее за счет взаимодействия с ней многих вторичных посредников, либо вторичные посредники могут мультиплицировать сигнал, то есть действовать на разные дальше уже белки, тем самым увеличивая возможность расхождения сигнальных каскадов, активацию многих сигнальных путей внутри клетки, приводящих к изменению разных метаболических процессов. Если этот сигнал должен быть транслоцирован в ядро, происходит его закрепление с каким-то специальным переносчиком и имеющим отдельную метку, поскольку не все белки способны проникать через ядерную пору, они сортируются, и только белки, которые имеют специальную метку, транслоцируются внутрь ядра, и уже внутри ядра они могут взаимодействовать либо с транскрипционными факторами, тем самым активируя гены, либо влиять, менять функцию гистон-ацетилаз, гистон-деацетилаз, взаимодействуя, изменяя состояние гистонов, и тем самым изменяя доступность ДНК для транскрипции, то есть они меняют активность генов, способствуя их активации или их репрессии. Существует несколько разных, принципиально разных типов мембранных рецепторов. Мы, в принципе, так или иначе о них с вами уже упоминали на прошлых лекциях, но в первую очередь я, конечно, вам напомню, что это рецепторы, сопряженные с ионными каналами, это трансмембранные рецепторы. Взаимодействие с легандом своим, они приводят к изменению состояния трансмембранных белков, открытию поры на мембране и способствуют прохождению, например, ионов через канал. Это если они сопряжены с ионным каналом, то есть такие ионотропные рецепторы, мы их называем. Помимо этого, существуют рецепторы, которые сопряжены деятельность которых сопряжена с Ж-белками. Это рецептор трансмембранный белок, который с внутриклеточной стороны конъюгирован с гетеротримерным Ж-белком. Почему он называется Ж-белком? Потому что его активность зависит от взаимодействия с ГТФ, гуаназин-трифосфатом. При взаимодействии с гуаназин-трифосфатом он приобретает свойства ферментно- расщепляющего ГТФ, то есть ГТФ-фазы, и расщепляет ГТФ до ГДФ и фосфата, тем самым осуществляя фосфорилирование и может либо влиять на эффекторный белок, вызывая метаболические изменения, например, на аденилатциклазу. Мембрана, связанную альфа-субъединицей, может оказывать свое воздействие, тем самым активируя синтез циклического аденозин-монофосфата, который выполняет функцию вторичного посредника, либо бета-гамма субъединицей, которая диссоциирует в результате ГТФ-фазной активности от этого комплекса, могут оказывать воздействие на расположенный поблизости ионный канал, изменяя его проницаемость для ионов, как я вам приводил в качестве примера, мускариновый ацетилхолиновый рецептор. Мы такие рецепторы называем зачастую метаботропными, но вы должны иметь в виду, что помимо метаботропного эффекта, связанного с синтезом вторичного посредника, эффект может быть и ионотропным по сути, то есть изменять проницаемость ионного канала для того или иного иона. Ну и наконец, третий тип рецепторов, поверхностные рецепторы, это рецепторы, обладающие собственной ферментативной активностью. Чаще всего это рецепторы, которые обладают теразинкиназной активностью, то есть способны фосфорилировать либо сами себя по остаткам теразина либо другие белки. По остатку теразина это белок, состоящий из нескольких доменов. Один из доменов это домен, обладающий участками связывания для сигнальной молекулы, расположенный экстраклеточно домен, это домен соответственно мембраны связанный и домен внутриклеточный, обладающий ферментативной активностью, теразинкиназной активностью. Ну вот здесь приведены два разных примера. Это теразинкиназный рецептор, характерный для факторов роста, например, для факторов роста нервов. При взаимодействии с молекулой NGF этот рецептор демеризуется и его внутриклеточные домены фосфорилируют друг друга. То есть каждый домен приобретает способность протеинкиназную активность и может присоединить остаток фосфата на соседний теразинкиназный домен соседнего рецептора. То есть это называется аутофосфорилирование. Другой пример это пример рецептора инсулинового, который в результате взаимодействия с инсулином активируется, его внутриклеточный домен приобретает тирозинкиназную активность. Эта протеинкиназа фосфорилирует другие белки, способствует тем самым движению визику в направлении клеточной мембраны или активации каких-то других внутриклеточных сигнальных каскадов. То есть это принципиальные типы рецепторов, основные типы рецепторов, которые находятся на клеточной мембране. Чем характеризуется легандрецепторное взаимодействие? Во-первых, это взаимодействие обратимое. То есть когда образуется легандрецепторный комплекс, он образуется за счет слабых взаимодействий между легандом и рецептором, это нековалентные взаимодействия и при изменении, например, концентрации медиатора они легко распадаются. Ну, мы немножко с вами говорили про афинность рецепторов легандов в какой-то из прошлых лекций, но я вам приведу в качестве примера, например, тот же ацетилхолин, который обладает достаточно низкой афинностью, то есть низким сродством к своим рецепторам и связывается с рецептором, когда его концентрация достигает сантимолярных размерностей, то есть 10-2. Моль рецептора, это очень высокая концентрация рецептора, должна быть синаптической щели, чтобы он начал взаимодействовать с рецептором своим. Прости, не рецептор, а медиатор, конечно. Но дело в том, что когда происходит выброс ацетилхолина, его концентрация достигает миллимолярных размерностей, то есть это примерно 10-3 моля. Разница на порядок, поэтому этой разницы достаточно для того, чтобы легант и рецептор, обладающие относительно низкой афинностью, взаимодействовали между собой. И в то же время, когда происходит быстрое снижение концентрация ацетилхолина в синаптической щели, этот медиатор легко диффундирует от своего рецептора и тем самым разрушается элегант рецепторный комплекс и сигнал останавливается. Регуляторный вход сигнала, то есть его вклад такой регуляторный зависит от концентрации гормона и от концентрации медиатора, соответственно, то есть от концентрации молекулы в прямая связь. Но в отличие, например, от нейромедиаторов с их относительно низкой афинностью к своим рецепторам, рецепторы гормонов обладают очень высокой афинностью и достаточно микромолярных концентраций гормона, а иногда даже и наномолярных концентраций, то есть это 10 минус 9, 10 минус 6 степени, для того, чтобы молекула уже провзаимодействовала со своим рецептором. Поэтому у нас с вами помимо того, что концентрация вещества действующего будет оказывать влияние на тот метаболический сдвиг, который вызывает рецептор или тот эффект, который вызывает рецептор, помимо этого сигналем, который осуществляется, будет зависеть от концентрации самих рецепторов, то есть чем больше рецепторов, тем эффективнее будет передача сигнала. Логично. И, наконец, от состояния самого рецептора, то есть от его активности или тех модификаций, которые на него оказывают другие регуляторные молекулы, для того, чтобы эту активность изменить. То есть он должен быть готов к связыванию, иметь свободный сайт, обладающий более высокой афинностью по сравнению с другой частью молекулы относительно молекулы медиатора. И, соответственно, должен быть готов к изменению конформации, не иметь никаких других существенных модификаций. Для того, чтобы сигнальный процесс осуществлялся с высокой скоростью, эффективно и обеспечивалась специфичность сигнальных взаимодействий, также существует несколько вариантов молекулярных взаимодействий, межмолекулярных взаимодействий, которые могут обеспечивать вот эту скорость, эффективность и точность ответа на какой-то сигнал. Часть таких процессов осуществляется с помощью каркасных белков или белков скафалда. Мы о них с вами упоминали уже, когда говорили про цитоскелет, про то, как это все организовано под мембранный компонент. И говорили, что такие белки существуют, они сопряжены, то есть они конъюгированы каким-то образом могут взаимодействовать с молекулой рецептора в неактивном состоянии. И такой белок скафалда имеет на своей последовательности специальные участки связывания для других молекул, вовлеченных в сигнальный каскад, осуществляемый или запускаемый этим рецептором. То есть вот на схеме это, собственно, все отражено. У нас неактивный рецептор, белок скафалда, имеет участки связывания, белки, которые с ним взаимодействуют, находятся в неактивном состоянии. Если происходит легандрецепторное взаимодействие, конформация белка меняется, либо он приобретает свойства, например, протеинкиназные, теразинкиназы, может фосфорилировать другие белки. Соответственно, у него здесь уже подготовлены субстраты, белки для фосфорилирования, чтобы этот каскад был активирован. И активный рецептор активирует этот сигнальный каскад, например, фосфорилируя один белок, он в фосфорилированном виде приобретает активную конформацию, активное состояние, может фосфорилировать другой белок, соответствующим образом расположенный поблизости. Этот белок приводит к активации третьего белка какого-то, включенного в этот каскад. Это для многих сигнальных каскадов характерно. Это позволяет очень точно активировать нужный сигнальный путь. И дальше передать тот сигнал, который должен был передать медиатор. Другой вариант сборки сигнального комплекса это вариант, когда в результате взаимодействия между молекулой и сигнальной молекулой легандом и рецептором внутриклеточный домен рецептора приобретает сам более высокую афинность к специфическим белкам. То есть эти белки не находятся в связанном состоянии, когда они неактивны, рецептор неактивен, они не находятся с ним в связанном состоянии, но когда этот рецептор активируется, эти участки внутриклеточного домена приобретают повышенную афинность к белкам, находящимся в растворе. И эти белки взаимодействуют с активированным рецептором и либо в таком собранном комплексе этот сигнал трансдуцируется самим рецептором, он может например дальше только в таком состоянии фосфорилировать какой-то специфический белок дальше, либо сами белки, которые взаимодействуют с этим рецептором, приобретают свойства протеин-кинас или протеин-фосфатаз в зависимости от того, какой сигнал передает этот легант и активируют или инактивируют другие внутриклеточные белки, которые вовлечены в этот сигнальный каскад. Ну и наконец третий вариант обеспечения специфичности сигнала это активация встроенных в мембрану клеточную вблизи рецептора, помните мы с вами про липидные рафты говорили, про плотики, которые обеспечивают наличие специальных молекул вблизи рецептора, в данном случае они заякоривают различные специальные фосфоэнезитидные молекулы, в результате активации специфического рецептора происходит активация например фосфолипаза Си, активация фосфоэнезитидов и либо они образуют вторичные посредники, которые дальше передают сигнал либо происходит дополнительное фосфорилирование фосфоэнезитол дифосфата с образованием фосфоэнезитол-3-фосфата встроенного в мембрану и эти липидные молекулы приобретают свойство высокую афинность для связывания с внутриклеточными белками, которые они в свою очередь фосфорилируют и активируют или они в этом состоянии получают повышенную активность и дальше фосфорилируют другие белки и тем самым передают сигнал по этому сигнальному каскаду. То есть либо это белки скафалда, либо сам рецептор, либо находящиеся в мембране фосфоэнезитидные молекулы, которые готовы этот сигнал перенести внутрь клетки. Два основных механизма активации белков в регуляторных каскадах существуют. Менее распространенные это ГТФ-связывающие белки, то есть белки, которые связывают гуаназин-трифосфат. Связывая гуаназин-трифосфат, они переходят в активированное состояние, приобретают при этом свойства ГТФ-фазы, гидролизуют гуаназин-трифосфат, до ГДФ и остатка фосфорной кислоты и переходят в неактивное состояние, тем самым изменяя при этом попутно состояние какого-то другого белка, с которым они связываются в активном состоянии. И самый распространенный способ активации или деактивации других белков внутри клетки это фосфорилирование и дефосфорилирование. Значит, фосфорилирование осуществляется протеинкиназами, специальными белками. Киназа это способность перенести остаток фосфорной кислоты на другой белок, на участок связывания. Порядка 500 разных генов в геноме нашем кодируют разные протеинкиназы, а самих протеинкиназ разных видов насчитывается от 2 до 20 тысяч разных белков у разных видов живых организмов. Для того, чтобы удалить остаток фосфорной кислоты, есть специальные фосфатазы, отдельные ферменты, протеинфосфатазы, которые отделяют остаток фосфорной кислоты от белка, тем самым изменяя состояние белка солевого. Их меньше. Кеназы по специфичности делят на серин-трианиновые протеинкиназы и тирозинкиназы. По названию вы можете судить про то, что серин-трианиновые протеинкиназы фосфорилируют в основном остатки серина, чуть реже трианина, то есть присоединяют к этим аминокислотным остаткам в составе молекулы белка остаток фосфорной кислоты. Тирозинкиназы фосфорилируют остатки тирозина, только тирозина. Значит, надо отметить, что кеназы могут активировать и другие протеинкиназы тоже. Самым ярким примером является протеинкиназный фосфат, метаген-активируемый протеинкиназы. Мы в следующий раз посмотрим, потому что он во многих сигнальных процессах играет роль. Просто проиллюстрирую вам, как это происходит. Значит, соответствующие протеинфосфатазы, тирозинфосфатаза отсоединяет остаток фосфорной кислоты специфически от тирозина. Серинтрианиновый протеинфосфатазы обладают меньшей специфичностью и могут дефосфорилировать разные аминокислотные остатки. Ну и вот такая иллюстрация, так сказать, этого всего мною сказанного. Здесь, в принципе, показано, как это осуществляется. Вот у нас есть некий неактивный белок протеинкиназа, используя остаток фосфорной кислоты из АТФ, переносит его на этот белок, переводит его в активную форму, дальше какой-то результат возникает и протеинфосфатаза соответственно отделяет остаток фосфорной кислоты, приводя белок в неактивную форму. То же самое для ГТФ-связывающих белков. Значит, когда он связан, этот белок, с ГДФ, гуаназин-дифосфатом, он находится в неактивной форме. При этом афинность связывания этого низкая и при наличии гуаназин-трифосфата и входящем сигнале у нас легко замещается гуаназин-дифосфат на гуаназин-трифосфат. Гуаназин-трифосфат переводит белок в активную форму, он сам приобретает при этом свойства ГТФ-фазы, отделяется остаток фосфорной кислоты, а белок переходит в неактивную форму, при этом сигнал какой-то уже передан. Ну и вот в качестве примера мы не очень будем много об этом в следующий раз говорить, это малые ГТФ-фазы, мономолекулярные, такие, мономерные ГТФ-фазы, которые в отличие от гетеротримерных белков, сопряженных с рецепторами, вот эти ГТФ-фазы, они с рецепторами практически не взаимодействуют, но активно участвуют в процессах трансдукции сигнала и как бы передачи сигнала на эффекторную молекулу. Мы с вами, когда говорили в прошлый раз про синаптические визикулы, упоминали, что малые ГТФ-фазы обеспечивают как раз транспорт синаптической визикулы к пресинаптической мембране, внутри пресинаптического окончания. Вот это те самые мономерные ГТФ-фазы, мономерные белки. Вот они, надо сказать, нуждаются в активности вспомогательных белков для того, чтобы заместить ГДФ на ГТФ. Это вот такое действует специальный ГТФ-фазоактивирующий белок. ГТФ-фазоактивирующий белок... А, сейчас, секунду, неправильно. Значит, белок-обменник гуаниновых трифосфатов. Значит, этот белок ГЕФ, он способствует диссоциации ГДФ от неактивной ГТФ-фазы и освобождает участок связывания для гуаназин-трифосфата, переводя белок в активную форму. А дальше, соответственно, из этого состояния белок выводится с помощью ГТФ-фазоактивирующего белка. Значит, соответственно, мы отсоединяем один неорганический фосфат от молекулы ГТФ и белок становится неактивным. Вот эти ГЭП и ДЖЕФ-белки, они активно участвуют в процессе активации мономерных ГТФ-фаз. Ну и последнее, собственно, и заканчиваем. В системе внутриклеточного сигналинга и вот этого сопряжения трансдукции существуют, активно действуют различные обратные связи. Обратные связи могут быть позитивными, могут быть положительными, могут быть отрицательными. Соответственно, в самом простом виде, вот они на левом рисунке показаны, когда продукт активности белка B является активатором белка A, отвечающего исходно на входящий стимул, и вот этот процесс поддерживается, эта активность. Тем самым белок переходит в активное состояние и поддерживается в таком активном состоянии. Ну и, наконец, отрицательная обратная связь, тоже вы все хорошо это знаете, эти примеры, когда у нас есть некий входящий стимул, активирует белок A, он активирует в свою очередь белок B, продукт активности белка B ингибирует белок A, тем самым ингибируя активность белка B. Однако вообще в клетках таких в сигнальных каскадах таких простых связей они не так часто встречаются, гораздо чаще они усложнены очень межмолекулярными взаимодействиями и, например, в каких-то случаях могут приводить не просто к активации белка целевого, а к переводу его в стационарно активное состояние. На этой схеме это примерно показано. У нас есть такой неактивный фермент, у него есть участки связывания с продуктом реакции, который он катализирует. Фермент переходит в активное состояние при взаимодействии с неким сигналом, с сигнальной молекулой. Начинается реакция, которую катализирует этот фермент, с образованием продукта. Продукт взаимодействует с участками связывания на этом ферменте. Если взаимодействует с одним участком связывания, активность фермента невысокая и она может быть заингибирована, а если связывание двух молекул происходит с участками связывания на ферменте, то он переходит в очень активное состояние и это состояние может стационарно долго поддерживаться. То есть это не просто усиление активности фермента, которое могло бы наблюдаться в результате положительной обратной связи, а вообще перевод его в некое такое, если можно так выразиться, аластерическое такое состояние, которое не характерно для него и обладает при этом очень высокими каталитическими свойствами и может оказывать значительное влияние на метаболизм. Ну и по-моему... А, вот, да, все, извините, последний момент, собственно, момент, касающийся деактивации сигнального каскада. Это важно. Любой каскад нужно остановить. Остановить его можно несколькими путями. Значит, можно, да, и молекулу, и, собственно, клетка должна адаптироваться к действию сигнала на нее, да, она должна либо перевести свой метаболизм в соответствующее состояние, которое ему задали сигнальные молекулы, и либо перестать отвечать, либо отвечать, продолжать. Для этого существуют разные возможности для такой адаптации. Первый вариант, и мы о нем с вами упоминали кратко, когда говорили про инсулин, это, например, когда рецептор вместе с взаимодействующим легандом может быть интернализован или интернализирован клеткой, то есть он переходит в состояние индосомы, и в этом состоянии, в этом виде он депонируется вблизи клеточной мембраны и всегда готов к работе, так как происходит с транспортером инсулина, и в результате активации инсулинового рецептора. Вот рецептор активировался, и тут же у нас с вами происходит транспортер, например, выбрасывается, да, вот, и рецептор сам в клетку убирается и не разваливается. Дальше, значит, что касается, если фактор действует, не способен фактор отсоединиться от рецептора в эндосоме, в этом случае легандрецепторный комплекс транспортируется в лизосому, и в лизосоме уже ферменты лизосомальные расщепляют это все до элементарных составляющих, которые клетка либо утилизирует, либо выбрасывает изнутри наружу клетки. Рецептор может быть инактивирован, если не происходит диссоциации леганда от рецептора, например, специальным ингибитором, который взаимодействует с рецепторной молекулой, с ее внутриклеточным доменом, и тем самым меняет афинность экстраклеточного домена по отношению к леганду. Леганд отсоединяется, либо дальше перестает просто проводить сигнал. Инактивировать сигнальный каскад можно, ингибируя внутриклеточные сигнальные белки, которые активируются в результате легандрецепторного взаимодействия. Ну и, наконец, возможен такой вариант, когда сигнальный белок, активированный в результате взаимодействия леганда и рецептора, запускает активность ферментов, синтезирующих до нового некий ингибитор, и этот ингибитор уже воздействует на эту сигнальную связь для того, чтобы разорвать эту сигнальную цепь. Таким образом, клетка может изменить свое состояние и изменить чувствительность к действующему леганду, то есть действующему сигналу. Если действие это продолжительное, оно может нести с собой какую-то угрозу клетки, клетка десенсибилизируется, то есть она перестает отвечать на этот сигнал. И вот несколько механизмов такой десенсибилизации представлены на этой схеме. Ну, по-моему, все, да, на сегодня. Все, извините, что чуть дольше получилось, чем я рассчитывал. Спасибо за внимание. Вопросы, если есть? Да, вопросы. Вопросов нет? Хорошо, ладно. Тогда в следующий раз встречаемся 18 мая. У нас будет, может быть, чуть-чуть подольше лекция часа два, чтобы мы успели наш курс закончить до июня, потому что из-за этих нерабочих дней мы пропустили. Да, ну, мы постараемся все-таки так как-то немножко уложиться, чтобы не затягивать. Все, отлично. Спасибо большое. И еще в пятницу у нас продолжение курса методы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова